Всем привет! На этом уроке я вам расскажу, как очистить вашу гид историю от секретной информации. Потому что иногда бывает, что вы делаете кумит с секретной информацией, типа пароли, допустим, или токены какие-то. И всякие пароли и токены, в общем, сенситив, чувствительная информация никогда не должна попадать в гид. Особенно на гид репозитории, типа гитхаб, гитлаб, битбакет, в ремут репозиторий. И я вам покажу, как очистить эту информацию, как стереть всю историю, чтобы никаких следов не осталось. Поехали! Итак, мы на нашем репозиторе. Вот у меня здесь файлики есть. Давайте, допустим, гидлог. У меня раз, два, три, четыре, пять кумитов было разных. Чудненько. И вот мой ремут репозиторий. Вот они, эти пять кумитов. Все здесь чисто, все красиво, в общем, все хорошо. Теперь давайте сделаем один кумит с секретной информацией. Случайно, вот так вот случайно. В общем, я редактирую мой индекс.html файл единственный. Допустим, я хочу это сделать в версии 6. И, допустим, db user равняется там admin. Да, я добавляю db pass. Равняется, допустим, admin. Раз, два, три. И, допустим, там токен равняется. Какой-нибудь вот такой токен у нас. Типа того. Еще, может быть, я сюда файл вообще. Вот у меня здесь один файл. Ну, допустим, я сюда какой-то ключ у меня здесь. Да, я его тоже случайно закидываю в гид репозиторий. В общем, гид статус. Гид add. Гид commit. Минус миссич. Аддет. Something. Да. Гид push. Все, запушил. Вот git log мой. Вот мой added something. Видите, все здесь. Если перейду в репозиторий. Залим refresh. Вот мой 6 commit. Последний added something. Что там? Something added. Я added. Вот было версии 5, стала версии 6. И вот я добавил. Блин, это в git repository. Это плохо. Даже если у вас правит репозиторий, у меня правит. Всякие пароли и sensitive information, чувствительная информация, никогда не должна пушиться в коде. Нельзя хардкодить пароли, юзернейм. Ну, юзернейм еще ладно, может быть. Но пасворды и токены, всякое такое. Это секретная информация. Это нельзя пушить в git repository удаленные. Это нужно стереть как можно быстрее. Потому что, если сейчас кто-то сделает git pull, он получит этот commit. И тогда уже не получится его стереть. Видите, у меня, в общем, минуту назад я закинул вот это. Это вчера было, а это вот типа сегодня. Мне нужно срочно это все стереть. И здесь, и у меня, конечно. Git log. Вот видите, у меня 1, 2, 3, 4, 5 и 6 commit. Мне этот commit надо уничтожить срочно. 1 commit надо уничтожить. Как это мы делаем? Запускаем git, reset, минус-минус, hard, head, тильда и единичка. 1 commit мне нужно уничтожить. Все, я его уничтожил. Я запускаю git log. Вот видите, все, я вернулся. Вот можно даже cut, индекс, что там у меня в индексе. Вот видите, вот мой файл индекс. Все, там стерты мои срочки, вернулся обратно. Но теперь мне нужно все, перезаписать историю в удаленном репозиторе. Очень срочно. Это нужно делать быстро. Потому что, если вы работаете с несколькими людьми на проекте, они могут сделать git pull в вашей репозиторе. И они возьмут этот commit, который вам нужно срочно уничтожить. В общем, чтобы уничтожить его удаленно, запускайте команду git push origin. Имя branch у меня называется main. Иногда это называется master, у меня это называется main. Main и минус-минус force. Force значит перезаписать историю. Все, перезаписал. Теперь мы идем сюда. Смотрите, я сейчас нажму refresh, и должно все это исчезнуть. Все. Видите, все исчезло. Теперь код, который здесь есть. Это версия 5. Все вернулось. Десять часов назад. Все, история стерта. Вот так это делает. Столько это делать нужно быстро. Потому что у вас реально... Вы чем ограничены? Если кто-то делает git pull с repository, после того, как вы закинули секретную информацию, у него этот commit остался. Если вы используете branch, и вы не пушили все в главный branch, а использовали ваш branch, там какой-нибудь fixing bug, да, и туда закинули секретную информацию, то это как бы можно не спешить, просто спокойно удалить и все. И почистить историю вашего branch. И команды, которые мы сегодня изучили, две важные. Git reset, минус-минус hard, head 1, то есть вернуться на один commit, можно на два, смотря сколько commitов вы сделали, то есть сколько commitов хотите уничтожить. И перезаписать историю на удаленном репозитории git push origin main, ваш branch, название, минус-минус force. И он перезаписывает всю историю. Ладно, надеюсь, было интересно и полезно. Всем пока!